продолжаю серию влогов потому что мы на карантине сейчас собираемся ехать в другой район позняки там где мы раньше жили потому что я еще не могу отвыкнуть от то что мы полтора года прошло я до сих пор еще туда езжу сегодня буду делать брови нику стричь и кошки надо купить другой корм там зоомагазин хороший я вам в том предыдущем видео показывала темки на куртку но как бы она двухсторонняя одну сторону сейчас вам покажу другую дома вот желтенькая это zara я вам говорила в предыдущем влоге что они там еще есть я их видела вот поэтому очень прикольная такая куртка она и на март апрель подойдет и вот на сейчас потому что не сильно-то и холодно а я в спортивном костюме от кабанчиков представляете недавно купила носки они такие как бы прикольные и там три цвета было ника двое себе забрала и говорит ну выбирали фиолетовый или такого вот такого цвета я говорю собираю фиолетовый ярче без задней мысли вы представляете смотрите видите вообще подошли по оттенку точь-в-точь вообще так классно я говорю не зря я их как бы себе оставила вообще без задней мысли вроде бы как но на подсознательном уровне пошли димит классная куртка мне очень нравится не реально здесь нравится тут он и аптека есть хоть магазин сняжево затона но адрес урловская 4 я узнала смотрите оказывается я покупала на развес корм для котят но у них нет для котят стерилизованных поэтому порекомендовали royal canin для стерилизованных котят котят и они до года поэтому после года уже можно будет сменить например корм 111 гривен стоит 400 грамм и я еще взяла тоже для стерилизованных мягенький такой корм потому что она сейчас такая слабенькая мне кажется ей даже больно жевать но потому что она уже сухой лучше пусть будет мокрый вот а чем вы кормите своих кошек порекомендуйте мне потому что мне надо будет или оставить ей royal canin например да после года или перейти на какой-то другой корм потому что мы ее кормили до этого минет и но он как-то потом его переназвали вот ну она к его хорошо кушает и как бы ветеринар сказал что она хорошо выглядит как для дворняжки что он такая прям очень классная битвы прям видно чтобы за ней ухаживать и я думаю что корм тоже дает свое все мы идем остается с нами прикольно я там делаю брови но я в разных местах на самом деле пока там нику стригут мне тут варвара делает брови смотрите первый раз я вижу чтобы вот так вот делали да так измеряли прикольно я люблю когда брови оформленные вы знаете я во всех своих видео во всех бьюти видео говорю о том что брови это 50 процентов успеха внешнего вида что чуть-чуть попил чуть чуть попил чая какой-то молодец ты ждал нас да смотри у тебя тут чай а свечка а свечку я чуть 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 все она сама мне кажется сама попрецкая да все это фокус фокус да это фокус фокус оооо а видишь там она не горит надо посмотреть это очень надоедает такие зановые оооо по другому виду аааа 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 ааааа аааа спать приехали домой пытаюсь заставить его поесть пожарила котлеты каша пшеничная морковка и капуста квашина она очень полезная до дема дема когда мама готовит котлеты надо не вредничать а кричать ура они очень любят котлеты да я в instagram снимала рецепт очень давай ешь тогда раз любишь морковку ешь морковку вас точно так же не заставить давай давай мы вечером обычно читаем сказку сегодня у нас сказка о футболе тут у нас есть такая книга футбол вот тут вот рядышком девушка с мамой и кошечка наша вот она так вообще мама начала перебирать вещи и как она перебирать почему потому что я заглянула где могут я хочу футболку я открываю смотрю что тут как бы я не кино иногда прибираю только происходит это как я сейчас вывалила все потому что я так делаю часто потому что мне надо чтобы каждая вещь лежала аккуратненько я не кино перебираю но иногда я так психую думаю взрослая же уже сама может нормально главное главное что я знаю главное что я знаю где что ли нет тут нельзя ничего не понятно у меня с правой стороны пижамки посередине с правой стороны пижамки посередине всего одевая с левой стороны костюма сверху что мне жарко это или подростки у меня мама в детстве делала так если не нравилось хотя у меня все всегда было идеально если ей не нравилось как лежит она делала так и я складывала до тех пор пока мама не скажет мне нравится тут же творческий беспорядок мама тут все сложено как это знаешь чем разница между без беспорядком и творческим беспорядком знаешь творческий беспорядок это когда беспорядок но ты знаешь где что лежит вот у меня здесь вот когда тебе нужно ножницы или что-то надо ты почему-то бежишь ко мне и говоришь мама а где взять то-то и я тебе что говорю ник вот на той полочке там так так кора я сверху с левой стороны то есть я настолько знаю где у меня что лежит где тут понять что лежит я прекрасно наизусть помню где то что лежит ну просто после вот этого пойдет вот это вниз и ты складывать будешь там практически вещей-то и нету там был там пол этого занимает дай мне камеру конечно тут вещей вообще нету я знаю где что лежит она сейчас я не заново нет помогите спасите помогите а боже что делать По-моему, пошло что-то не так Короче Девчонки, кое-что покажу Может быть, вам будет полезно и интересно Потому что я от некоторых других мам-блогеров узнаю И вот решила с вами тоже поделиться По поводу шмоток детских Детки, у кого ходят в детский сад Чтобы не покупать там супер-мега-дорогие, например, футболки Потому что они очень быстро их пачкают И часто стираем В Ашане вот такие вот белые футболки И такие же и с длинным рукавом Они там стоят вообще понты И я как бы там беру Демки ближе к весне уже Ну и в принципе на сейчас Со скидками сейчас идут некоторые вещи Это H&M 239 гривен Вот Также он любитель Но это правда большая футболка Потому что я H&M покупал И без него Купил побольше И несколько таких футболок И детям вообще очень нравится В саду там вообще истерика у детей В плане этих футболок Ой, можно потрогать, да? Да-да-да Вот, оно как бы прикольно Так Оно отходи от камеры Отходи там камеры Вот такая вот кофта Мне не нравится, знаете, чем С капюшоном, если вдруг ветер А ребенок без шапки Прикольно И хорошо подходит и под джинсы И под такие как бы Вот типа таких штанов Так, они лежали вот так вот Видите, мятые Это тоже H&M Ну, я уже цен не помню Я, по-моему, показывала в инстаграм По-моему, в инстаграм Эти штаны Тут ценника нету 5-6 лет Ну, они тоже в районе там Может, 400 гривен стоили Тоже прикольно Я очень люблю такой стиль Кэшел на детях Потому что Демка джинсы не очень любит Он любит мягкую ткань Чтобы можно было лазить И ему джинсы не стягивали ноги Вот, поэтому вот такие вот брючки Они очень классные Где-то еще была рубашка Рубашка где-то Какая рубашка? Синяя В шкафу несет Человек-паук, Бэтмен и все это Вы понимаете, да? Это, получается, такая Еще есть черная Вы видели На лбу С летучей мышью И еще вот такая вот тоже Ну, короче, вы поняли Маленький супергерой Это тоже я вам купила С размером угадал 122 Потому что бывает, что Ну, нестыковка Вроде один и тот же размер А вещи какие-то разные Это в Смите Вот, он очень любит Этих героев Показывала, по-моему, в другом влоге Это спортивный костюм Потому что Сказала, что у каждого Спортсмена Должен быть настоящий Спортивный костюм То есть не такие А прям настоящие В Адидасе были скидки Это было без скидки 1600 Что-то А это было, по-моему, со скидкой Но я зашла Со скидкой 1100 Стоило 1800 Я зашла Получается Он тоже купил Побольше И надемку Великоват Я думала поменять Зашла в магазин Уже не было размера Вот, поэтому Когда зашла Буквально через несколько дней Уже не было Не то что размеров А некоторых этих вещей Поэтому, девочки Если вдруг Подпишитесь на меня в инстаграм Я в инстаграм говорю Сразу же, моментально Ну, как бы здесь Сейчас И многие пишут Тань, спасибо, помогла Потому что влоги Не сразу выходят То есть, не быстро Поэтому, как бы Я сейчас не знаю В Адидасе есть ли их или нет Но И вот такая вот Жилетка Прикольная 128 И она на него Прямо сейчас спритык То есть, 122 Была бы уже Как бы маловато Вот Прикольная такая Тепленькая Мне очень нравится Когда одеваешь Такую Типа Теплого свитера Ну, с капюшоном Худи И кроссовочки беленькие И вообще Красота Девчонок, конечно Одевать интереснее Вот мне нравилось Больше Нику одевать Потому что Всякие платьички Бантички Всякое такое Но мальчишки тоже Мальчишек тоже Можно классно одевать Платьички, бантички Ой, какой у вас Красивый мальчик Да, был прикол У Никки было Года полтора Сидит в коляске Вся в розах Вот такое вот платье Но у нее Волосы просто все вылезли Она была лысая И я на маленький-маленький Такой, как бы Осталось там Три волосинки Я такой сделала Бантик Тоже розовенький И у нее чешечки розовенькие Беленькие носочки Сидит вся такая Причем в яркой Оранжевой коляске И у меня люди проходят Какой красивый мальчик Просто Как? Я вот думаю Может надо было Мальчиком родиться Нет, нет, нет Ты крутая девочка В общем, вот так вот На этом я свой влог заканчиваю Подписывайтесь на канал Ставьте пальчики вверх Нажимайте на колокольчик И видите Я зачистила с влогами Так что Не проходите мимо Нажимайте на колокольчик И будете знать Когда выходят новые видео И пишите комментарии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok